Здравствуйте! Вы смотрите «Удачный сезон» на канале ТВК. С вами Сергей Глазинов. У многих из нас в садах растут те растения, которые на зимний период желательно, конечно же, укрывать. Ну, к примеру, это розы. Многие сорта роз, также виноград, но и другие культуры. К счастью, в последние годы многие типично южные культуры продвигаются на север, поэтому садоводы, садоводы при их выращивании, конечно же, экспериментируют и на зимний период укрывают. Многие начинающие садоводы и садоводы делают грубую ошибку, используя при укрытии теплолюбивую культурную зиму. Например, используют полиэтиленовую пленку или рубероид. Конечно же, ни в коем случае делать этого не стоит, потому как эти материалы, во-первых, не пропускают воздух, и под ними образуется конденсат, особенно в период оттепели, поэтому растения чаще всего выпривают. В настоящее время существуют современные материалы, ну, например, такой, как лутросил, спанбонд, агроспам, иначе также ее называют термоткань. Все это одно и то же. Это нетканный укрывной материал, который бывает как белого, так и черного цвета, причем разной плотности. Естественно, этот материал можно использовать как весной, летом, так и осенью. Вот именно сейчас нужно использовать, конечно, более плотный материал, такой термоматериал. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы растения дышали. Во-первых, при укрытии таким нетканным укрывным материалом растения дышат, не образуется конденсата. Кроме того, уже по опыту многих цветоводов и огородников, они уже знают, что при укрытии именно такими нетканными укрывными материалами растения гораздо лучше перезимовывают. В наших передачах я уже говорил о том, как подготовить теплицу в зиме. Напомню, что ее нужно хорошо промыть, обязательно удалить хотя бы верхний такой 5-сантиметровый слой земли, внести осеннее удобрение. И что очень важно, любую теплицу, особенно в той теплице, где у вас росли летом растения, вы видели, что они часто болели и поражались насекомыми вредителями, ее нужно обеззаразить. Как нельзя лучше для этих целей подходят серные шашки. Например, такая серная шашка называется климат. Вот такой одной серной шашки хватает на 10 кубических метров. Такую серную шашку мы поджигаем, плотно закрываем теплицу на 2-3 суток, затем ее проветриваем. Эта серная шашка избавит любое помещение, подвал, например, или теплицу, от всех насекомых-вредителей, также от болезней, от спор грибов, но, конечно же, от таких грызунов, как мыши и крысы. Но, конечно же, нужно помнить о том, что такие серные шашки, они плохо влияют на железо, на железные каркасы и на те баночки, на наши запасы, которые находятся в подвале. Поэтому, конечно же, подвалы, погреб нужно обрабатывать в летнее время, предварительно вынув оттуда все наши запасы. А если речь идет о теплице, то ничего страшного, в принципе, за 2-3 дня ничего с железным каркасом не будет. Но зато вы ее хорошо обеззаразите, и на следующий год в вашей теплице не будет болезней, не будет насекомых-вредителей. И еще иногда садоводы спрашивают, как быть, если на стволах деревьев в саду появляются мхи или шайники. Но в этом случае нужно взять мягкую железную щеточку, хорошо зачистить ствол дерева и затем обработать медным купоросом. Что мы делаем? Мы медный купорос разводим в воде по инструкции и с помощью, например, кисточки наносим этот раствор на ствол дерева. В течение одного дня нанесли, он высох второй раз и третий раз. То есть в течение одного дня мы наносим этот раствор три раза. И уже следующую обработку можно провести в весеннее время. Ну а на сегодня-то все. Спасибо за внимание. Удачи вам. Скоро увидимся. Террасол. Комплексные минеральные удобрения нового поколения. Разработаны с использованием уникального природного препарата Bisol Bifid. Содержат полный состав питательных веществ и микроэлементов для подкорбки любых овощных и декоративных культур. Формула здорового роста, развития и силы растений в одной грануле. Террасол. Шедевр в мире удобрений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова